Например, на Луне случайно в командировку попал, видите, теперь уже можно будет Netflix там посмотреть. Не знаю-ка на уме, хорошая оговорка. Главное ночью на такое кладбище не зайти случайно, картошки не начать разговаривать. Он начнет ругаться, натюгаться и так далее. Давайте подумаем о холодильниках. Конечно же нет, конечно же, все серьезно. Всем добрый день. В этом выпуске 4G на Луне, диппейки умерших людей, пилотируемый искусственным интеллектом самолет и директивы Европоламента «Оправе на ремонт». С вами подкаст «Цифровая реальность» и я его ведущая, Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Алена Герасченко, преподаватель Высшей школы экономики, юрист в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных. Всем привет. Андрей Колесников, эксперт, директор Ассоциации интернета вещей. Всем привет. Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями Координационного центра домена ФРУ РФ. Здравствуйте, друзья. И Артем Швидкий, эксперт в области центров обработки данных, начальник научного центра СПБ ГУД. Всем привет. Итак, наша первая новость. NASA и Nokia реализуют проект развертывания на Луне сети 4G. Недавно был анонсирован запуск в этом году ракеты SpaceX, которая доставит на Луну прототип сети 4G. Посадочный модуль установит систему на южном полюсе Луны, застем ею можно будет управлять дистанционно с Земли. Сегодня идет обсуждение лунной экономики, причем утверждается, что развитие такой экономики в ближайшие десятилетия выглядит гораздо более перспективным, чем экономики Земли. Что вы думаете по этому поводу, по поводу этой программы и видите ли риски неучастия России в подобных миссиях? Мне кажется, главное не наткнуться на фашистов, которые на обратной стороне Луны давно свою базу поддерживают, как в известном фильме. Ну, дело хорошее, перспективное. Что-нибудь туда будут, наверное, скоро отправлять каких-нибудь роботов, которые будут добывать всякие редкие элементы и отправлять на Землю. Ну, не знаю, в перспективе лет 10, наверное, это все-таки будет. Роботам нужна связь, роботы без связи не могут. Кстати, нашла интересную лекцию на просторах интернета, в которой ставится такой вопрос, вот цитата. Что же такое «Незнай-ка на Луне» – научно-фантастический рассказ, повесть или курс занимательной катастрофической политэкономии? Да, «Незнай-ка на уме» вообще, «Незнай-ка на уме» – хорошая оговорка. Мне понравились картинки, которые представлены в этом материале, такие рендеры, вполне себе земные устройства на Луне. Я понимаю, что большая сложность как раз в реализации именно космической аппаратуры, и это основная тема вообще этих экспериментов – построить не просто, как вот в статье написано, просто 4G. Вообще, 4G – достаточно сложная технология, а устройства для работы в диапазоне 4G достаточно, ну, сказать простыми словами, нежные. И вот как они там в космосе себя поведут, как можно сделать устройство для связи в 4G, для расположения в космическом пространстве. Вот это вот big deal – большая задача, и я считаю, что это крайне полезно для всего человечества в целом, если NASA удастся совместно с Nokia, опять же, такой хороший бренд прямо на Луне светиться, будет прямо прикольно. Если им это удастся, это для всего человечества будет большой прорыв, потому что связь там быстрая, хорошая, с быстрым видеостримингом – это прямо очень нужная штука для всех. Независимо, кто первый туда прилетит, кто первый приземлится удачно, кто первый начнет что-то исследовать и запускать роботов – это двигает человечество вперед. Я бы тут продолжила речь, Георгия. Сначала в части того, что любые исследования, которые проводятся у нас на Луне и других космических объектах, они все-таки нацелены по международному праву на как раз-таки развитие всего населения земного шара, то есть на стимуляцию экономической, научной деятельности всего человечества, вне зависимости от того, кто высадился или что-то построил на Луне. А вторая часть – это про создание условий для функционирования вот этих 4G-вышек. Как Георгий сказал, требуют тонкой настройки работы, хороших условий. И здесь, мне кажется, могут возникнуть некоторые конфликты между разными государствами, потому что кто-то может как-то конкурировать в этой части. И как раз-таки здесь возможны какие-то такие международно-правовые космические споры. Да, кто будет лучше выстраивать эти вышки, как они будут функционировать, кто к кому мешает, кто кому не мешает. Мне кажется, это время покажет. Лет 10 точно. Представляете, какая там стоимость роуминга будет на Луне, когда туда слетаешь. Между землей. Да, да, да. Между землей и Луной, да, да. Зато, да, ну зато там, если ты, например, на Луне случайно в командировку попал, видите, теперь уже можно будет Netflix там посмотреть, вот. Или, ну, стрим с обратной стороны Луны как раз-таки уже можно будет снять, то есть все эти базы немецкие, можно будет прям в живой, ну, в режиме live, можно будет показать на Земле, продемонстрировать, что там есть, а то так до сих пор и не поверить. Вот, а в целом, да, в целом, ну, во-первых, очень хорошо, что это происходит. Я тут не вижу проблем в том, что Россия не участвует. Россия-то еще как участвует, опосредованно, неопосредованно. Вообще, в принципе, все процессы освоения космоса, да, они без России, так или иначе, находящиеся в международной кооперации с другими странами, они, в принципе, невозможны. Там любое даже выведение на орбиту, диспетчеризация, она все равно с Россией так или иначе связана. Поэтому наша страна тут в любом случае причастна, и здесь проблем нет. А во-вторых, это, конечно же, Bell Labs. То есть, ну, кому как не им, да, то есть в составе Nokia этим же занимается Bell Labs. Вот, в принципе, у нас вся история связи 20 века, она красной линией через Bell Labs проходит, и во всех ключевых событиях они принимали участие. Поэтому даже несмотря на то, что эту компанию перепродавали, передавали, там изменялось ее направление, все равно очень здорово, что, все равно очень здорово, что именно они это делают. То есть, ну, компания с явными навыками для того, чтобы доводить начатые проекты до конца. Вот. В-третьих, конечно же, да, в чате пишут, что SpaceX будет доставлять, но все равно SpaceX и, в принципе, все космические миссии, они там при участии только одной страны не проводятся. Даже если это делает Роскосмос, Роскосмос использует ресурсы NASA. Даже если это делает SpaceX, SpaceX это делает с помощью, ну, там, различных систем, и в том числе и Роскосмос в этом участвует. Участие Международной космической станции в этом тоже, ну, обязательно. А вообще все космические станции изначально, наша страна в этом, ну, наибольшее участие приняла. Вот. Поэтому в этом плане, конечно же, очень хорошо. И, опять же, да, развитие технологий, развитие технологий связи именно в космосе, где нет защиты атмосферы. На Луне, где нет защиты атмосферы. Это получается очень большой, ну, на самом деле, спектр проблем. И вот он тоже, если будет решен, это в том числе и поможет нам на Луне здесь. Опять же, космический СОРМ. Представляете, потому что на Луне нам будет СОРМ сделать тоже. Тоже та еще технология. Вот. Поэтому, ну, новость хороша. И очень хорошо, что мы вот вчера смотрели, что, ну, проект на самом деле идет, развивается, и что он не заканчивается. И вот уже в этом году речь идет про отправку в космос. Поэтому дай Бог нам всем здоровья и слава Богу. И все здорово, что этот процесс вообще идет. И очень интересно, потому что мы в этом тоже участвуем так или иначе посредованно. Большое спасибо за комментарий. Правда, первая новость об этом проекте появилась в 2019 году. В 2020 году уже выделили деньги под нее. прошло финансирование. И вот спустя там 4, там 3,5 года примерно, 4, мы уже видим какие-то результаты. Мне кажется, что для таких сложных систем это здорово. Будем наблюдать. Перейдем к следующей новости. В Китае набирает популярность приложение дипфейков, которое создает умерших членов семьи. Также приложение может применяться для того, чтобы планировать себя для будущих поколений или для создания аватара, чтобы запечатлеть для своих детей памятные фотографии их в определенном возрасте. Мы уже обсуждали дипфейки с разных сторон и даже аватары-голограммы обсуждали в наших ранних выпусках. Как вы думаете, какие еще новые применения технологии дипфейк могут появиться в будущем? Естественно, мирное такое применение. Ну, позвольте мне начать. Во-первых, слово дипфейк здесь не очень хорошо подходит, потому что все-таки это образы, которые основаны на реальных людях, которые как бы померли, но дело их живет. Хочу вспомнить один из проектов. Был такой стартап еще, по-моему, в 80-е годы прошлого века в Америке, когда в надгробные камни вставляли магнитофон записью голосов умерших людей. Или там песни их любимые можно было проиграть. Ну, такой был стартапчик, он как-то не очень пошел. Ну, то есть это достаточно старая история. Просто современные технологии прошли по кругу и вернулись обратно с прекрасными новыми технологиями. Теперь, например, на кладбище, вот я вчера ходил на кладбище, значит, своим там бабушкам, дедушкам, и там, например, можно там создать голограмму этих самых родственников, и искусственный интеллект ихними голосами, значит, может со мной поговорить, например, побеседовать о погоде, о посадке картошки, о том, что холодная весна. Это прикольная тема, она, мне кажется, очень живая, точнее, очень мертвая, в то же время живая и очень такая симпатичная, с моей точки зрения. Главное, ночью на такое кладбище не зайти случайно, картошки не начать разговаривать. Ну да. А то появится эта 3D-модель с дипфейком, которая начнет тебе рассказывать. А, ну прикольно, да, приходишь на кладбище, и там, ну, там, где идешь, на всех могилах поднимаются эти голограммы, вот, будет интересно смотреть. А так, да, новость очень живая получается, вот, интересная, вообще интересная технология. И, ну, такое интересное применение, а то все дипфейки, негатив, 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 а здесь, вон, видите, можно будет оставить след, а учитывая еще, что, ну, эта технология, то есть, появляется, продолжается, развивается. Ведь интересно, да, что можно запечатлять, на самом деле, не только, вот, человека, на какой-то момент времени, а можно же еще его запечатлять на протяжении его, там, вот, юности, там, взросления, как он менялся, что с ним происходило, даже, как менялись его взгляды, то есть, это прям такой слепок, он еще и по времени может быть растянут у человека, и, в принципе, технологии могут также точно, и вот это вот временное его изменение также точно сохранять, и потом воспроизводить. Это, по-моему, интересно будет. Не говорим ли мы о цифровом бессмертии, потому что ты на корпусе материалов, которые генерировал человек в зуме, в соцсетях и так далее, в принципе, можешь обучать модельку, чтобы она была максимально приближена к этой личности, ну, то есть, есть куда, так сказать, думать вперед. Да, да, но для меня, правда, придется еще голосовухи, извините, для меня придется еще все голосовухи расшифровать, вот, ну, извините. Да, да. Элвис жив. Да. Да, я хотела сказать, что тогда нужно думать не только про бессмертие, но и про право быть забытым, да, вот, но вообще я поддерживаю коллег, это очень классная, живая и мертвая тема одновременно, вот, вот, но я бы тут подушнила бы как юрист, да, потому что у нас есть разные люди, разные технологии, и есть публичные фигуры, есть частные лица, да, ну, частные, простые обыватели. И вот есть публичные фигуры, да, мы в России даже видели, как воскресили Шириновского, да, вот, как ЛДПР использовал его образ, и здесь, например, согласия не нужно, да, ну, этого субъекта, там, его родственников, вот здесь я рисков каких-то не вижу, и опять же, там, в Китае, да, в новости написано, одну треть рынка вот этих кейсов воскрешающих занимают публичные деятели, вот, ну, то есть, как бы, с точки зрения культуры, вообще, отличная новость, и она должна развиваться, а с точки зрения частной истории, тут все-таки, да, тут сталкивается право на бессмертие и право быть забытым, да, то есть, тут обязательно включается вот этот инструмент согласия, обязательно человек либо должен его давать, да, причем, как сказали уже коллеги, да, образ, образ человека, его можно по-разному воспроизвести, там, и по-разному интерпретировать, поэтому, там, нужно определять, и, наверное, период времени, когда нужно рассматривать аспект личности, да, и все делать с его согласием, если мы говорим про частное лицо, ну, тут много таких этичных вопросов может возникнуть, посмотрим. Ну, не знаю, мне кажется, покойникам-то, в общем, по барабанам, ну, то есть... Ну, право на забвение о покойниках, это тоже важная история. Если бы мы помнили все и все и обо всех своих предках, и что они натворили, да еще умели с ними общаться, ну, не всегда это полезно на самом-то деле, потому забвение в человечестве и придумано. Мы помним, там, два, три, пять максимум поколений назад, а дальше, слава богу, это с одной стороны. Здесь надо понимать, что есть некоторый культурный аспект, речь идет о Китае, а в Китае в культуре принято, как сказать, обращаться к памяти предков, да, воздавать свои молитвы своим дедам, прадедам, и внутри себя, как бы, это чисто психологические практики такие, если есть какие-то проблемы, можно внутри себя пообщаться со своим предком и найти какое-то для себя решение. Это вот в восточной культуре присутствует, поэтому не мудрено, что там это стало широко распространяться, появляться и практиковаться. Здорово! Мне нравится эта история как раз, чтобы оставить о себе какой-то след, чтобы не просто записать серию подкастов или видеозаписи о том, каково это было, а кто вот те люди на портретах, на стене изображенные, чтобы дети все-таки знали какую-то историю семьи. А здесь можно корпус этих знаний скормить нейросети, нейросети, и нейросеть потом в произвольном порядке, как угодно, они обязательно в те записи, которые я решил записать, будет общаться, будет рассказывать что-то внукам, правнукам. Интересно было бы действительно посмотреть на прадедушку, который мне что-то практически вживую, как вот тут в чате шутят, включить модуль свободы воли, тогда вообще будет красота. Будет действительно то самое цифровое бессмертие. Ну, слушай, ну, есть же прикладная тема, вот там есть та же Индонезия и остров Сулавеси, да, где каждые три года проходит фестиваль, Манене, что ли называется, они выкапывают из могил своих манифицированных, значит, покойников, причесывают, наряжают их там в одежду, сажают за стол, вот, мне кажется, это интересная очень традиция, которая при помощи искусственного интеллекта можно, значит, не выкапывая покойников, развернуть, так сказать, в масштабе. Или, например, есть там ноябрьский прекрасный день, посвященный памяти умешек, где Муэртас, что-то такое, да, это вот Мексика, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, еще какие-то страны, соответственно, день памяти покойников, значит, там тоже они, мне кажется, там это отличный рынок как раз для таких технологий, которые, в общем, вполне себе платежеспособны, вот, так что с точки зрения бизнеса, мне кажется, эта тема очень горячая, прикольная. Большое спасибо за комментарий, кто бы мог подумать, что эта тема у нас получится такой развернутой. А все про Гарри Поттера подумали, извините, я еще... Да, да. На всякий случай, ну, вдруг кто-то, вот, было бы отлично, если было бы так же, такие же картинки у всех. Да, я это прям, ну, читал мои мысли. Министр ВВС США Фрэнк Кенбелл совершил полет на испытательном самолете пилотируемым искусственным интеллектом. Эта разработка является частью усилий по интеграции искусственного интеллекта в беспилотные транспортные средства и улучшению эффективности групповых операций. Как будто бы применение автоматизированных систем авиации уже не является чем-то новым, а учитывая тенденцию к переходу на использование искусственного интеллекта в таких системах и переходу к беспилотным транспортным средствам кажется вполне логичным. Эта новость, как только новость, стоило в какое-то время ожидать. Возможно, у вас какие-то есть комментарии по этому поводу? Может, какое-то определенное отношение к этой новости? Покомментируйте, пожалуйста. Прекрасный маркетинговый ход торговцев оружием. Прям вот супер. Мы прокатим министра. Нет. Конечно же нет. Конечно же, все серьезно. Это проект, который DARPA начали достаточно давно, много лет назад. И мы просто видим стадии его созревания, потому что он и у вертолетов есть, и у самолетов есть. Причем в гражданской авиации автопилот практически, ну, уже сейчас, в современных самолетах автопилот, который может практически полностью автономно, только под надзором человека, выполнять полеты, в гражданской авиации. Ну, а в боевой авиации, так это сам Бог велел. Почему? Потому что, скажем так, конструкция изделия летающих гораздо крепче, чем кости человека, да? То есть с точки зрения маневрности. И именно в бою, причем в бою не одиночном, а в коллективном, когда у тебя используется группировка крыльев для того, чтобы отражать или наносить удары, это одна из самых перспективных тем, и она не стоит на месте, и мы просто видим в новостях как бы только пену, да, только верхнюю часть всего этого проекта, потому что он действительно давно начался, действительно развивается. В него инвестировались огромные деньги уже, и это то будущее, которое нас ждет. Ну, я бы, наверное, дополнила, что, в общем-то, многие сферы человеческой деятельности, они своим истоком брали как раз-таки военную сферу, как ни странно, вот, да, но какие-то отработки из военной индустрии, они потом переходили в мирное русло, вот, и, мне кажется, все вот эти пугающие разработки военной индустрии со стороны США, они потом найдут отражение там сельскохозяйственной промышленности, может быть, ну, в мирных грузовых перевозках и так далее. Просто в этой области, там, за счет конкуренции, за счет, скажем, общественного страха, да, конкуренции государств, это лучше развивается, за этим и будем следить, вот. Ну, одновременно и страшно, и интересно, и положительное развитие у этого должно быть. Главное, что не только там эти технологии развивают, поэтому, ну, это вопрос, кто в идеале добьется первого результата, вот. Пока что, ну, в текущих условиях пока что можно назвать США даже и не самыми передовыми странами, не самой передовой страной в этом вопросе, поэтому... Ну, это достаточно спорное утверждение, скажем так. Ну, конечно, но его для того, чтобы спорить, нужно знать большим количеством секретной информации, вот, чтобы его прям обсудить. Дело в том, что DARPA и военно-воздушная сила США, ну, как бы давно этим занимаются, реально. У них есть целый контест, уже много лет его проводят по симуляции воздушного боя между реальным пилотом и искусственным интеллектом. Вот, причем это публичная информация, они каждый год этот контест проводят. И вот F-16 в 23-м году, в феврале, уже переоснащенный, называется X-62 Vista, оснащенный искусственным интеллектом, он уже на крыле, он уже летает, с ним проводят испытания, эмуляцию, симуляцию и прочее, прочее. Ну, может быть, конечно, кто-то еще и делает, но мы можем судить только по публично доступной информации. Вот, тем не менее, вот, мне кажется, что в этом плане... И причем это не только в аэропланах, у них еще есть проект DARPA, который финансировала... Ну, прикол в том, что они все цифры публикуют, да, в открытом доступе. Финансирование, сколько, куда, какие денег, какие гранты выделяются. В том числе на передовые тактические группы, так сказать, там, 11-12 человек с использованием искусственного интеллекта для тактического поля действий, для того, чтобы синхронизовать действия бойцов, для того, чтобы получать в их шлемофоны оперативную информацию. То есть это... Ведь они не стесняются об этом говорить, и это действительно очень интересная тема, очень перспективная, потому что правильно было сказано, что из этих всех милитарических технологий, в конце концов, в том числе, получаются вполне себе гражданские, которые становятся просто бомбическими технологиями, включая тот же самый интернет, да. Вот. И это очень крутая тема, и DARPA в этом плане, мне кажется, абсолютные лидеры. Да, но просто сейчас есть страны, которые боевые и, в принципе, в военных действиях уже применяют. Поэтому я говорю, DARPA-то пока нигде не участвует. Вот. А там, где идут реальные боевые действия, там... Там все по-другому, как мы видим, да, да, да. Там мочатся гораздо быстрее. Да. Не даром они внимательно следят за всеми этими конфликтами. Парламент ЕС одобрил директиву право на ремонт для сокращения отходов. Ее цель – расширить доступ потребителей к ремонтным услугам и сократить отходы за счет расширения юридических гарантий на ремонт и улучшения доступности запасных частей. Что вы думаете по поводу этой новости? Кажется, что такая директива более актуальна для западных стран. Например, многие критикуют Apple за ограниченные возможности ремонта. Ну, недавно прогуливалась по городу, и на одной улице сразу несколько салонов по ремонту техники этого производителя заметила. Запланированное устаревание – это, понятно, вещь необходимая для того, чтобы экономика выживала. Производители устройств могли их производить все больше и больше, продавать все новые и новые, и таким образом создавать, в том числе, рабочие места. Посему, ежели все будет работать дольше и ремонтироваться дольше, возможно, какие-то экономические последствия за этим последуют. Не факт, что это хорошо – право на ремонт. По-моему, надо думать немножечко о другом. О перестройке экономической модели использования всевозможных устройств, начиная от пылесосов, заканчивая телефонами. Мы все привыкли говорить о гаджетах, но давайте подумаем о холодильниках. Их тоже трудно часто ремонтировать. Да, нужна замена агрегатов, компрессоров и всего прочего. Проще выбросить холодильник на помойку, купить новый. И в этом случае производитель холодильников, наш, отечественный, прекрасно начинает дышать. У него там обороты появляются еще, все остальное. А если он будет работать на свои запчасти и на поставку этих запчастей в разнообразные мастерские, ну, не факт, что он выживет. Вот такой вот взгляд на вещи. Да, в первую очередь же это все с точки зрения экологии делается, чтобы сократить количество утилизаций различных отходов. Ну, для этого Евросоюз идет по пути упрощения ремонта. Потому что, ну, там же есть различные оценки, анализы. И там миллионы тонн вот этого мусора, ну, не очень хорошо утилизируемых отходов, да, в год можно будет сокращать экономию, то есть возвращать к жизни, что очень сильно повлияет на количество как раз-таки выбрасываемых средств. Поэтому с точки зрения экологии, ну, и здесь, во-первых, сразу понятно, почему Евросоюз это делает, да, явно не из-за заботы о ремонтопригодности устройств. Ну, хотя бы с точки зрения экологии, хотя бы такой вектор тоже очень-очень удобный. Вообще еще этот шажочек к некой модульности устройств в целом. То есть сначала проще сделать так, чтобы люди... А, сначала есть обязательства делать так, чтобы люди могли ремонтировать, а, соответственно, чем проще будет ремонт, тем меньше от этого всего будет проблем. Ну, соответственно, вот эти все проекты модульных телефонов, они, ну, они как будто бы второй шанс появляются благодаря этой директиве. Ну, я могу сказать с точки зрения бытовой, да, то, с чем сталкиваешься. Вот отвратительные вещи, с которыми ты сталкиваешься. Ну, например, котлы и контроллеры отопительных котлов. Это вообще проприетарная хрень. И для того, чтобы что-то там поменять, нужно потратить кучу времени, кучу денег. Вот. То есть это просто невыносимая история. Вот. Вообще любая проприетарная техника, как бы, вызывает, тянет за собой целую кучу болезней. Даже на тот же самый Apple по замене батарейки, да, ты не можешь поставить любую батарейку. У тебя начнут ругаться, натюгаться и так далее. Вот. Ну, казалось бы, ну, вот модульная вещь, ну, то есть батарейки, производство батареек, ну, что не сделать их унифицированным. Хорошо, сейчас наконец-то приняли, значит, законодательное требование по поводу USB-C, этими, ну, разъемов, да, да. Ну, это как бы вроде маленький шажок, но он тянет за собой огромное количество очень положительных концепций, что у тебя и универсальная зарядка, что у тебя один стандарт, и вот эта проприетарщина, которая была, как бы, уходит в прошлое. Мне кажется, это вообще очень правильные шаги в правильном направлении. Вот, к сожалению, они происходят очень медленно. А я бы тут еще дополнила. С одной стороны, да, забота о потребителе, забота об окружающей среде, я, ну, тут на другой чаше весов находятся, в общем-то, в том числе и безопасность, да, почему Apple так упирается. Вот, как Андрей сказал про батарейки, да, так они упираются также и с мониторами, да, говорят, что если заменить на что-то другое, да, то Face ID работать не будет. Я, в общем-то, не то чтобы защищаю Apple, да, я больше говорю со стороны коммуникационной безопасности, что компании, которые будут только ужесточать вот эти требования, обеспечить там приватность, там, защиту данных, они будут, наоборот, стимулировать, да, связки аппаратуры, да, модульную аппаратуру, будут препятствовать тому, чтобы можно было бы менять на что угодно, потому что столько временных, трудовых, да, денежных затрат на то, чтобы разработать какое-то там аттестованное стекло, да, грубо говоря, ну, чтобы приватность человека защищалась, вот, и как бы вот это будет, скорее всего, перевешивать интересы этих компаний, они будут перевешивать интересы потребителей, мне так кажется. Ну, баланс какой-то надо соблюдать, мне кажется, тут вопрос даже не в том, кто прав, кто не прав, а в том, что как найти правильный, правильный баланс, чтобы оно как-то дальше не перекасывалось в то или иное, да, в то или иное... И искать правильные пути утилизации, так, чтобы трудно утилизуемое все-таки легче становилось утилизуемое. Ну, вообще, я вам скажу, я вам скажу, что сейчас самая главная жесть – это вот это, вот эти одноразовые все курилки, это прям реальная жесть, ну, то есть, я совершенно не понимаю, что с ними дальше происходит. Там, кстати, стоит хороший аккумулятор, аккумулятор, ну, а что с стальным, с пластиком, вот с этим? Можно задать переработку, есть несколько пунктов в Петербурге и в Москве, где их принимают, естественно, непонятно, что с ними происходит дальше, как их там разбирают, и что с ними происходит, там же еще жижа внутри, ее же, наверное, как-то нужно очищать. Жижу-то, как правило, уже вытянули, все выпарили, вот, ну, спасибо за наводку, буду знать, по крайней мере, куда их сдавать, как курильщик старый. На Хабре есть статьи, как из этих аккумуляторов делать пауэрбанки, но тема очень ненадежная, литий-ионные аккумуляторчики, они, ну, они сами по себе обладают малой стабильностью, а там еще стоят очень слабые контроллеры, из-за которых, ну, может произойти нехорошее. Аж пожар какой, да, да. Да, тем не менее, есть такое, да, делают. Но это весна показала, сходит снега вокруг автобусной остановки, въезд бычков, брошенные всякие асики. Большое спасибо за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последних дайджестах на канале управления интернетом в Телеграм. До новых выпусков!